Полдня прошло, от него ни одного твита, ни нового статуса. Может, вы похитили? Бедный Даник, первый раз на баркемпе и пропасть. Да ничего не бедный, видел я вашего Даника, вон там где-то играет. Даник, ты где был? Господи, я тебя искал все это время. Да, я международные связи наложил. Международные связи? Я тут работаю, ищу тебя. А ты чем занимаешься? Подборка сайтов у меня здесь очень классная. Подборка сайтов? В контакте с девчонками? Давай лучше посмотрим мою подборку сайтов, которая принесет гораздо больше пользы, чем твои международные отношения. Каждую секунду в интернете появляется три новых сайта. А это значит, что полезные и не очень ссылки для рубрики «Найдено в сети» никогда не сякнут. Впрочем, на этот раз мы предложили самим интернет-пользователям рассказать о своих любимых сайтах. Итак, подборка ссылок на каждый день от баркемповцев. Меня зовут Побой Сардор, я из Ташкента. Я очень часто захожу на сайты mista.ru. Там блок, форум в основном. Там форум обсуждает все, что происходит в мире, в России. И там каждую пятницу у них есть пятничная ветка. Ну, там юмор в основном. И там блок ведется для разработчиков, для одинайсников. Там в основном форум. То есть там задаются темы, задаются голосования и там обсуждают. Ну, и еще там блок для разработчиков, для одинайсников. Есть такой сайт, называется infostart.ru. И туда народ заходит, они выставляют свои публикации, пишут в блогах посты отдельной статьи о своих достижениях. Очень интересно. Что касается наших узбекских порталов, там у нас народ, чтобы быть на волне, они, те, которые не смотрят телевизор, они заходят в новостные порталы, да, вот там смотрят новости, узнают, что у нас в городе происходит, в стране происходит, о новых законах, о нововведениях. Очень ярко все, вот, все описано. Местными очень-очень мало пользуюсь, то есть, потому что местные сайты в основном представлены развлекаловки. Мне больше интересен такой качественный контент. Я бы посоветовал ребятам пользоваться, ну, читать Хабру. Она очень хорошо развивает относительно IT-технологий. Хабра – это такая социальная сетка людей, которые делятся своими знаниями, каким-то опытом полезным в сфере, ну, IT-технологий. Какой-то софт обсуждают, обсуждают языки программирования, обсуждают какие-то новые гаджеты, то есть, ну, как матрица, только в интернете такая письменная. Новичкам, ну, больше как читателю. То есть, как авторам, конечно, там очень высокие требования, там, сочница, да, чтобы там регистрация по инвайтам и всякое такое остальное. Каждый пост, он интересен, особенно всякие сравнительные штуки, когда они там сравнивают. Мне нравится слушать подкасты, потому что у них очень интересные бывают темы, например, даже влияние соцсетей на современный мир. Еще есть там различные типа сооткастов, еще чего-то типа такого. То есть, BBC подкасты – это, наверное, самый любимый сайт. Этот портал там выкладывают, как я поняла, различные подкасты на различные темы. У них там, как бы, разбиты на несколько категорий. Есть дискавери, есть какие-то новости, есть какие-то социальные вещи, интересные культурные какие-то ивенты. Вот, и можно, если нравятся, например, интересные люди, можно зайти и послушать какие-то интересные, не знаю, интервью. Это может быть глупо, но мой самый любимый сайт – это blaster.com. Это как еженедельник о научной фантастике, где публикуются научно-фантастические обзоры и критические онлайн-статьи. Это вообще был один из первых фантастических журналов. А затем он был крупным крупным телеканалом Sci-Fi, который сейчас стал огромной компанией, производящей сериалы в США. По какой-то причине они решили переделать сайт-блог. Поначалу он был не очень-то хорошим и потерял много читателей. Но после Sci-Fi Weekly стал публиковать настоящие обзоры. Они привлекали новых писателей, добавляли их и так далее. Сейчас у них есть довольно забавные вещи. Так что если вы такой же фанат научной фантастики, как я, то этот сайт – первое, куда вы должны заходить каждый день. А уже с него вы можете перейти в другие интересные темы. Но и это еще не все. Матрица решила провести анонимный опрос в рамках PowerCamp'а, какие сайты вы посещаете каждый день. И с удивлением обнаружила, банальные соцсети и поисковики не стали главными в ответах. Ребята активно пользуются ресурсами на тему спорта, дизайна, IT, музыки, а еще различные специализированные форумы. Мы непременно расскажем об этих ресурсах подробнее в наших следующих программах. Кстати, ты тоже можешь отправить нам свой любимый сайт. Воспользуйся электронной почтой matrixsobakainternews.kz